Приветствую вас, прежде всего, прежде всего, давайте мы с вами разберемся. Если вы со своим мужем не живете с 7 января, то есть уже в общем-то несколько месяцев, да? И не живете вы, потому что у вас к нему, к мужу, не лежит душа, как вы говорите, то как же тогда вы вышли за него замуж, за своего мужа? Как же вы тогда, ну, грубо говоря, стали парой, если у вас не живет к нему душа? Значит, либо душа ваша к нему лежала, а потом перестала лежать, такое, в принципе, бывает. Вот. Либо между вами что-то случилось, что вы, там, например, поссорились, там, или что-то, ну, что-то еще произошло. Вот, может быть много, много, ну, много, много, много может быть разных ситуаций здесь. Вот. Но, так или иначе, этот момент нельзя оставлять без внимания. Потому что, если вы выбираете человека, выбираете его для того, чтобы с ним создавать семью, да? А потом говорите, что у вас к нему не лежит душа, ну, это не то, чтобы странно, не то, чтобы странно. Но это, как минимум, заслуживает внимания, в плане того, что, если вы не разберетесь с этим, то могут быть проблемы у вас в дальнейшем. Просто, вот, в плане того, что вы опять, опять выйдете, выйдете замуж, да, опять за мужчину. Вот. И снова у вас к нему будет не лежать душа, а вы будете с ним только из-за, например, ребенка. Вот. Что, опять же, ни в коем случае не является чем-то хорошим, да, и правильным, и адекватным для вас. То есть чем-то, что идет вам, например, на пользу. Вот. Поэтому с этим нужно разобраться. Дальше. Дети. Дети. Дают вам возможность просить и требовать. Лучше, конечно, просить, а не требовать. Но иногда приходится и требовать алименты. Алименты у мужчины на его детей. Алименты у мужчины на содержание детей, которые, собственно говоря, да, ну, его. Если это дети, его, то вы имеете полное право требовать алименты от своего мужа. Вот. И он будет вам помогать. Таким образом, вам будет легче жить. Легче будет содержать детей. И легче будет, соответственно, выстраивать свою дальнейшую жизнь, свою модель поведения. Вот. Ни в коем случае не стоит сохранять отношения ради детей, потому что дети чувствуют конфликт между родителями и воспринимают это на свой счет. И в итоге ничего хорошего из этого не получается. Если родители еще и там, ну, например, ссорятся или что-то не могут поделить, вот, то это вообще превращается в страшную пытку. Короче говоря, дети не могут служить основанием для того, чтобы сохранять брак. Вот. В любом случае. Дети могут облегчать иногда нахождение людей в браке, да, могут напоминать им о том, для чего они в браке. Но если уже возникает такая история, да, что люди вот как вы вместе не живете, то дети здесь абсолютно не помогут. И, наоборот, нагладывать на детей такую серьезную ношу, да, как сохранение семьи, ну, мне кажется, не стоит. Для детских плеч, для детской психики это чересчур, на мой взгляд. Вот. Значит, что еще? Вы спрашиваете, а как мне быть? Да. Да. И здесь, конечно, первый вопрос, который напрашивается, это как быть, чтобы что? То есть сформируйте, пожалуйста, свою цель. Сформируйте, пожалуйста, то, что вы хотите. Вот. Хотите ли вы сохранить семью? Хорошо. Если у вас чувство к мужчине? Хорошо. С этим можно что-то делать. Не ради других сохранять семью, не ради других что-то делать для себя, для мужчины, потому что отношения строите вы, не дети. Дети, это результат ваших отношений. Но ни в коем случае нет самоцель, и ни в коем случае не нужно подменять ценности и ориентиры вашей пары с мужем. Может быть, это одна из причин, по которым он, ну, может быть, даже и не он, а вы стали жить раздельно, потому что дети стали заниматься слишком много вашего времени, и он перестал чувствовать вас как женщину, а для многих мужчин это очень важно. Также, судя по вашему имени, мне показалось, что вы не из России. И если вы не из России, то очевидно, что культура в ваших странах может отличаться от культуры страны, например, где живу я, да, или где живет мой коллега, который дает вам ответ. Поэтому необходимо учитывать в том числе еще и культурные традиционные элементы, вот, которые очень важны при разборе вашей ситуации. Вот. Поэтому здесь я рекомендую вам также на это посмотреть. В зависимости от того, насколько вы хотите и насколько вы заинтересованы в том, чтобы решить свою проблему, вам нужно взять, ну, хотя бы одну или две консультации у психолога, для того, чтобы совсем подробно разобраться, да, бы мы не давали на такой, в общем-то, важный ответ, таких вот, общих, на такой важный вопрос, точнее, простите, таких общих ответов. Ибо я уверен, что вам хотелось бы, чтобы ответы, которые, ну, вот, вам поступили, чтобы они были все-таки полезными, да, вот, а не так, что ответили, да, ну, что-то ответили и все, и можно дальше что-то делать. Вот. Понимаете? То есть мне бы не хотелось, мне бы не хотелось отвечать вам так, мне бы хотелось все-таки сделать это качественно, ну, максимально качественно. Вот. А для этого нужна информация. Поэтому надеюсь, что вы учтете все, что я вам сказал, и будете ориентироваться не на детей, что принесет им только вред и негатив, да, а на себя, что позволит вам быть счастливой, ну, какое бы решение вы не приняли, это, в принципе, не важно, абсолютно, вот, что позволит вам быть счастливой, и, значит, позволит вашим детям также быть счастливыми. А папа, ну, если папа любит детей, он от них никуда не уйдет и никуда не денется, вот. То есть папа, он будет с ними в любом случае, с вами или без вас. Если же папа бросит детей и не будет с ними взаимодействовать, вот, что в таком случае можно говорить о том, что он относится к ним, ну, не совсем хорошо. И, кто знает, может быть даже здорово, что вы расстались с таким мужчиной, да, и встретите мужчину, который будет больше, ну, в большей степени ценить детей и вас. Но в таком случае нужно обязательно проанализировать ваши отношения с супругом для того, чтобы выявить ошибки, которые вы допустили, дабы вам их больше не повторять, и чтобы вы смогли построить, ну, по-настоящему здоровые, счастливые и дополняющие гармоничные отношения. Вот, это, опять же, тоже тема для возможной консультации, которую вам нужно взять, если вы хотите со всем как следует разобраться. Потому что, ну, вот, за один ответ вам, конечно, всего не расскажут, да и утожняющие вопросы вам тоже нужно будет в любом случае задать. Вот, поэтому, посмотрите на свои цели, да, то есть, какие цели вы преследуете, что вам нужно, что вам важно, что вы хотите, вот. И, исходя из этого, уже, сформируйте модель поведения. Вот, чтобы, например, мы вас, допустим, не мотивировали, да, чтобы мы вас не принуждали. Вот, а чтобы вы все-таки взяли и сами сказали, что вот, я хочу, там у меня такие проблемы, вот я хочу их решить. И мы такие, ага, хорошо, давайте начинаем работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.